Суд признал незаконной проверку пожарными телекомпании ТВК. На процессе подтвердились подозрения, что проверять нас пришли по сфабрикованной жалобе. МЧС в суде сами попросили отменить результаты проверки. Пожарные признали, что жалоба имеет признаки анонимности. Именно это мы утверждали с самого начала, но понадобилось целых семь судебных заседаний и полгода, чтобы установить очевидное. Казалось, мы победили, нужно радоваться, но осталось слишком много вопросов. Виталий Поляков сегодня разбирался с тем, как государство фабрикует дела и зачем это вообще нужно. Сейчас Виталий в нашей студии. Виталий, о чем еще узнали на суде? Оля, ну вообще вот этот наш процесс показал, что зачастую в Красноярском крае судьи, прокуроры и пожарные, они не занимаются защитой наших прав или не настроены на объективное разбирательство. Они просто фабрикуют дела. Вот в этом случае нам, как телекомпании ТВК, удалось отбиться от претензий исключительно потому, что мы журналисты. Мы практически сразу поняли, что никакого жалобщика на самом деле нет, что он выдуман, поэтому уверенность у нас такая была с самого начала. Но давайте обо всем по порядку. Летом к нам в офис на Копылово 50 пришли инспекторы госпожа надзора и заявили, что осмотрят помещение по жалобе некой Ольги Шпиц. Якобы она живет в этой же девятиэтажке и недовольна соседством с нами. Мы сделали запросы в управляющую компанию, председателю совета дома и установили, что такая гражданка никогда не жила здесь. Более того, никакой Ольги Шпиц в Красноярском крае просто нет. При этом инспектор госпожа надзора Грачева утверждала, что созванивалась с ней и переписывалась по имейлу. Это указано в ее официальном рапорте. Пожарные в итоге пришли к нам с проверкой, хотя делать это по анонимным жалобам в пандемию запретил председатель правительства России Михаил Мишустин. Следить за этим должна прокуратура, но наше дело показывает, что прокуратура толком не разбирается. В ответ на наш запрос она прямо признается, что даже не пыталась защитить наши интересы и наши права, а всецело доверилась МЧС и согласовала проверку, которую суд позже признал незаконной. Законодательством не предусмотрена обязанность прокурора по установлению личности заявителя. Проверка номеров телефонов, IP-адресов, компетенции органов прокуратуры не относится. Решения о согласовании или отказе в согласовании проведения внеплановой проверки принимаются на основании фактически представленных органами контроля документов. Но не только прокуратура отказалась устанавливать личность жалобщика, но и судья железнодорожного суда Татьяна Лузганова. Она не стала проверять, кому принадлежит номер телефона, с которого звонила некая шпица, и с какого интернета адреса подали жалобу. Она просто доверилась МЧС и прокуратуре. И только другой судья, Владимир Каплеев, внял голос у разума и сделал различные судебные запросы интернет-провайдеру и сотовому оператору. И выяснилось, что номер, с которого якобы звонила шпиц, зарегистрирован на гражданина Узбекистана. А сама жалоба подана с IP-адреса, который принадлежит МЧС. Очень похоже, что сотрудники госпожнодзора сами написали жалобу и сами себе ее отправили. И даже указанный в рапорте номер телефона был запеленгован станциями сотовой связи по адресу, где находится главное управление МЧС. Как такое могло произойти? Пожарные обещали провести служебную проверку, но результаты ее суду не предоставили. Их просто приперли к стенке, и они были вынуждены признать очевидное. Выявленные судом обстоятельства служат основанием считать обращение, имеющим признаки анонимности. В связи с этим предписание от 14.08.2020 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности отменить. Суд встал на нашу сторону, и это скорее исключение из общего правила. Потому что, повторю, мы в силу профессии смогли сразу установить, что жалоба анонимная. Мы смогли придать процессу максимальную публичность, и это заставило работать систему по закону. У других компаний, у обычных граждан, конечно, таких возможностей нет. И справиться с системой большинство просто не в состоянии. Поэтому получается, что дела у нас фабрикуются для того, чтобы, допустим, получить взятку, или чтобы заткнуть неугодных, ну или самое такое тривиальное ради плана. В нашем случае мы считаем, что власть использовала надзорные органы, чтобы надавить на нас, как на независимые СМИ. Но даже когда обман, вот сейчас он вскрылся, ничего, никто не уволен. Инспекторы госпожнадзора продолжают работать. Ну, как говорится в таких случаях, система своих не бросает. Оля, на этом у меня все.